это первый раз когда я здесь и вот раньше я была в другом ашраме и вот у меня вопрос можешь ли ты мне избавиться от эго и узнать свою истинную природу то есть вот присутствие с тобой происходит ли вот эта передача ты пришла первый раз на первый раз аширомана ашраме я там была с того времени даже когда был ребенка там было в ашраме с мастерами и рамана мариши и оша там нет ты была в ашраме или с какими-то мастерами сатсангов нет я была только вот в горах с энергией да вот с мастерами только одна вещь происходит растворяется эго но зависит от вас как сильно вы открыты мастера как сильно открыто ваше тело как много вы можете получить сколько вы можете получить вот здесь 20-30 человек сейчас и у каждой что-то свое чувствует всех по-разному у кого-то кто-то много чувствует кто-то меньше кто-то вообще практически ничего зависит от вас зависит от того какие вы и насколько вы открыты когда вы приходите к мастеру с мастером только одна вещь с мастером только одна вещь происходит кончается эго и это также не не так как будто бы вы пришли и эго закончилось автоматически люди сидят с мастерами годы за годами иногда целой жизни это не просто маленькая какая-то вещь это очень большая вещь наиболее большая эго и вот зависит от вас она действительно может быстро выйти либо же очень долго долго зависит от вас насколько вы голодны и вот каждый сатсанг с мастером это потихонечку происходит потому что мастер это мастер это означает не эго и когда вы приходите больше к сознанию эго тает а больше сознания появляется но еще раз повторю зависит от вас с одной стороны со стороны мастера это происходит и вот с вашей стороны это должно происходить и должны быть открыты если вы открыты это хорошо получите много если не сильно открыты тогда немного с вами произойдет как она может произойти если вы не открыты и слушайте мастера следите за ним первое придите к мастеру послушайте сидите будьте с ним может вам понравится если вам нравится вы влюбитесь и когда вы почувствуете любовь тогда вы начнете и смешиваться с ним тогда у вас появится связь и как потому что когда любовь появляется эго уходит свет приходит темнота уходит и либо же противном случае темнота она всегда здесь и вот когда мастер во время жизни тело каким-то образом каким-то образом вот рядом с мастером эго становится меньше и вот зависит от вас насколько вы как бы этого хотите сколько вы открыты когда вы приходите к мастеру сидите сидите с ним и вы открыты не особо много мысли приходят и с мыслями с умом очень тяжело когда есть ум ум не может это получить только сердце может получить но тут только может оно только доступно для этого и вот когда сердце открыто тогда вам для вас многое становится доступно много приходит и вот ваше тело открыто и энергии много энергии приходит и любовь и а когда любовь из вас выходит опять темнота появляется свет уходит темнота появляется свет приходит темнота уходит и вот быть с мастером сидеть с мастером это ведет к тому что тает эго уходит эго и вот насколько она уйдет зависит от вас сколько насколько вы этого хотите приходите вот сидите будьте и каждый день потихонечку эго становится меньше и меньше и меньше и в один день от эго ничего не останется это может произойти за один день может за 10 лет может и за всю жизнь а может быть и жизни не хватит и жизнь еще понадобится потому что когда вы делаете вот это духовное путешествие это не то чтобы вот вы встретили мастера и у вас все произошло это это очень долго иногда вы встречаете несколько мастеров иногда без мастера что с вами происходит вы видите садху традиционных саду вот и вот в том числе в этом ашраме в котором она была там есть традиционные саду они тоже делают тоже какую-то работу какое-то духовное путешествие делают какие-то практики пение мантр ну вот оно должно примерно в таком русле происходить примерно там и вот когда вы готовы когда вы открыты когда к вам это приходит тогда это происходит и когда вы приходите к мастером будьте открыты не думать что я должен получить чего я не должен получить просто будьте с ним слушайте сидите с ним разговаривайте будьте в тишине пойте музыка будьте с музыкой кто-то кто кто знает кто-то кто-то открывается с музыкой кто-то в тишине открывается кто-то с разговорами, в разговоре, зависит от вас, насколько вы открыты. Когда вы открыты, мастер хочет, чтобы вы были открыты, чтобы ваше сердце открылось, чтобы вы позволили ему войти, чтобы войти внутрь. Иисус говорил, пейте меня, ешьте меня. Что он имел в виду? Что значит пить его? Что, пить его кровь? Или есть его плоть? Нет, конечно. Он имел в виду, ешьте меня, пейте меня, пейте мою божественность. Ешьте эту божественную энергию. Или вот когда вы едите эту энергию божественную, вы становитесь божественными. Какую энергию вы берете, такими вы и становитесь. И мастер, он святой. Просто будьте открыты. И будьте открыты, и к вам-то будет приходить. Получайте. Сколько вы получите, так это и будет происходить. Мастер приходит, слушайте, что он говорит, что он говорит вам, людям. Идите в любовь, идите в медитацию, идите в любовь, идите в медитацию, будьте в любви. Потому что это две вещи знаковые. Быть в любви, и автоматическая медитация происходит. Если вы в любви, очень хорошо. Ничего, особо не надо медитировать. Даже не надо много. Нет, немножко нужно, конечно. Но чем больше у вас любви, вот, а если у вас меньше любви, значит, займитесь медитацией. Медитация, это значит быть собой. С собой, ваша энергия остается с вами. Обычно наша вся энергия вылетает наружу. Мы смотрим, смотрим наружу, слушаем, что снаружи происходит, говорим, все наружу. А когда вы медитируете, закрываются глаза, уши, рот, и энергия останавливается. И когда она не идет наружу, она идет вовнутрь. И когда она идет вовнутрь, большинство нашей энергии в уме. В уме все вертится, мысли крутятся. И когда энергия не идет вовнутрь, она начинает перемещаться от ума к сердцу. Потому что энергия должна куда-то идти. Она куда-то должна двигаться. Либо наружу, либо вовнутрь. И если вы просто не даете ей дрибиться наружу, она автоматически двигается вовнутрь. Она должна двигаться. У нее нет других вариантов. Просто двигаться вовнутрь. И когда она двигается, и когда это происходит, тогда энергия двигается от ума к сердцу. И сердце начинает раскрываться, раскрываться, раскрываться. И вот насколько оно открылось, настолько вы будете чувствовать, настолько вы больше сможете получать вот эту святость, осознанность, сознание будет в вас приходить. И когда в один день ваше сердце полностью откроется, тогда это произойдет. Будьте с мастером, сидите с ним, смотрите вовнутрь, слушайте. И у нас есть много техник медитации. И мастер говорит медитировать. Какая техника вам нравится, выбирайте, делайте. У нас здесь много разных техник. Есть техники, где мы сидим, где есть техники танца. Есть техники активные, есть пассивные, расслабляющие. И какая вам нравится, каждый может выбрать для себя любую. И вот какая вам нравится эта техника для вас, делайте ее каждый день, практикуйте. И вот эта медитация, она будет открывать ваше сердце. Как ключ. У вас есть ключ, и вы открываете. А сердце закрыто на замок. И вот энергия идет, и открывает сердце. И когда сердце открыто, тогда вы внезапно чувствуете любовь, радость, расслабление, тишину, покой. Когда ваша медитация проходит хорошо, вот когда вы в настоящем моменте, вы начинаете наслаждаться всем вокруг. И это медитация. Это слова мастера. Мастер говорит, будьте здесь и сейчас. Присутствуйте. Не уходите ни в будущее, ни в прошлое. Это означает, просто не будьте в уме. Но ум может сказать, я не могу идти, я не хочу идти в ум. И тогда ничего не получится, потому что ум, ум это и есть прошлое и будущее. Он не может остановиться. Если даже вы будете пытаться его остановить, он еще сильнее станет. И вы просто садитесь и наблюдайте. Мысли приходят, чувства приходят. Вы просто наблюдайте и дайте им идти. Дайте им проходить. Они проходят, проходят. И в какой-то момент энергия ума закончится, а они просто уйдут. И ум охладится. Его станет меньше, меньше, меньше. И в какой-то момент вы заметите, что вообще нет никаких мыслей. И вот когда нет мыслей, эта медитация началась. Медитация – это когда нет никаких мыслей. Нет никаких мыслей, вы в настоящем. И тогда вы наслаждаетесь жизнью. И тогда вы знаете, зачем я пришел сюда. Чтобы быть настоящим. Быть здесь и сейчас. И вот когда вы в настоящем присутствии, приходит радость. Приходит любовь. Очень такое шанти состояние. Тихое, расслабленное. Да все хотят этого. Все хотят вернуться к своей истинной природе. И вот мастера, они говорят, будьте здесь сейчас. Присутствуйте, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь каждым моментом. И все великолепно, все совершенно. И вот где происходит сатсанга, где есть мастера, будьте с ними, сидите с ними. Слушайте его. И тогда все будет в порядке, жизнь будет в порядке.